В эфире информационная программа День города в студии Алена Куколева. Здравствуйте! Вот некоторые темы этого дня. По всей России православные верующие отмечают Яблочный Спас – праздник Преображения Господня. Втрое больше нарушений в дорожной сфере. Прокуроры области подвели итоги за полугодие. Православные верующие отмечают один из 12 главных праздников – Преображения Господни, который в народе известен еще как Яблочный Спас. Во всех храмах с утра начинаются торжественные службы. Прихожане приносят яблоки, груши, виноград, дожидаясь, когда по традиции после божественной литургии пройдет чин освящения плодов нового урожая. Между тем, сейчас у верующих строгий пост. Он завершится в следующее воскресенье, когда будут отмечать другой великий праздник – Успение Богородицы. Преображение Господня Всегда в этот праздник хочется верить, что Господь по своей милости дарует каждому из нас, если человек будет к Господу стремляться, какое-то преображение души. Откуда же взялось второе название – Яблочный Спас? Считается, что все дело в том, что именно в это время созревают яблоки. Но, как оказалось, традиция освящать в этот день яблоки, да и другие созревшие плоды, пришла к нам из Греции. В Греции на праздник преображения освящали виноград, для того, чтобы из него делать вино. Из этого винограда делали вино для богослужения. И русская православная церковь, русские люди, они переняли этот обычай. Но так как у нас винограда не было, мы начали освящать яблоки в этот день. Сегодня в храмах города в честь праздника прошли торжественные богослужения, освящение урожая, а в Спасо-Преображенском соборе Рязанского Кремля верующие совершили крестный ход. Нарушают порядок дорожного хозяйства не только жители районов, но и чиновники. Прокурор Рязанской области рассказали об итогах работы органов прокуратуры за первые полугодия 2016-го. По данным отчету, за этот период в дорожной сфере обнаружено более 1300 нарушений, допущенных органами власти, местного самоуправления и подрядных организаций. Количество нарушений почти втрое превышают этот показатель за первые полугодия 2015-го года. В рамках встречи с журналистами, проходившей в прокуратуре области, руководитель ведомства рассказал о наиболее значимых направлениях в работе органов прокуратуры региона. Как отметил Олег Черныш в своем докладе, в общей сложности органами прокуратуры пресечено почти 18,5 тысяч нарушений при осуществлении надзора за исполнением законов, соблюдением прав и свобод человека. За допущенные нарушения в этой сфере дисциплинарной административной ответственности привлечено 200 должностных лиц предприятий-должников. Возбуждено 6 уголовных дел по фактам невыплаты заработной платы. Ну, для сравнения, в 2015 году такое дело было одно. Прокурорское вмешательство требовалось и для реализации прав инвалидов. За допущенные нарушения в сферы охраны прав инвалидов и престарелых по инициативе прокуроров 90 виновных лиц привлечены к дисциплинарной административной ответственности. Возбуждено одно уголовное дело. В целях восстановления нарушенных прав данной категории граждан в суд направлено 171 исковое заявление. Также по-прежнему остается в зоне особой ответственности прокуроров обеспечение прав детей. Также немалым остается количество нарушений миграционного законодательства. По материалам прокурорских проверок органами дознания возбуждено 21 уголовное дело по фактам регистрации иностранных граждан в резиновых так называемых квартирах. Под пристальным контролем остается и сфера жилищно-коммунального хозяйства. Несмотря на принимаемые меры, проблем в этом секторе экономики остается много. В ходе проведенной проверки прокурорами в данной сфере выявлено более 1300 нарушений в деятельности органов власти местного условного управления, подрядных организаций, что в три раза больше, чем в аналогичном периоде прошлого года. Безусловно, приоритетом в работе прокуроров остается надзор в сфере защиты прав предпринимателей. Здесь выявлено почти 2000 нарушений законодательства, что в два раза больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Около 500 должностных лиц привлечено к дисциплинарной и административной ответственности. Полицейским удалось задержать виновных в серьезной драке. Вчера вечером в Дашково-Песочне возле дома 17 по улице Зубковой неизвестные напали на продавца арбузов и серьезно избили его. Подробности в следующем сюжете. Несколько мужчин избили торговца арбузами, выстрелили в него из травматического пистолета и скрылись. Пострадавшего госпитализировали. О произошедшем в полицию сообщили очевидцы конфликта. Полицейские ввели в городе и близлежащих районах области план перехват. Перекрыли все выезды из областного центра. Автомобиль с подозреваемыми был задержан у села Редкино. В нем находились трое мужчин. Все они были доставлены в отдел полиции. Задержанными оказались двое уроженцев Северного Кавказа и жители Рязани 26-27 летнего возраста. У них были изъяты биты, травматический пистолет и нож. По предварительным данным конфликт произошел на почве личностных неприязненных отношений. В настоящее время по данному факту проводится проверка. Подозреваемые взяты под стражу. Избежать очередей помогает портал Госуслуги. Записаться в больницу к стоматологу, получить СНИЛ с пенсионом, поменять права в ГИБДД. Еще недавно не хватило бы и недели, чтобы получить заветные талоны. Сегодня все иначе. Многие уже по достоинству оценили возможность экономить время в режиме онлайн. Тем не менее, очереди ОКО, например, в региональной госавтоинспекции, продолжают выстраиваться. Все плюсы электронной записи знает Оксана Тебенихина. Благодаря появлению портала Госуслуги, многие задачи решаются действительно просто и при этом всего лишь за несколько минут. К примеру, современные автовладельцы имеют возможность не только уточнить информацию относительно наличия задолженности по штрафам ГИБДД, но также при необходимости моментально погасить их. До сих пор подавляющее число наших граждан ничего не знают о возможности оказания некоторых государственных услуг через этот портал. А между тем, использование его позволяет существенно облегчить жизнь при обращении в государственные органы. Актуальность популяризации электронных услуг среди населения обусловлена большим рядом причин. Во-первых, это последовательная государственная программа по формированию электронного правительства в течение последних лет. Это позволяет масштабный рост представления услуг в электронном виде на портале различных организаций, увеличение числа инвестиционных систем, которые позволяют взаимодействовать с организацией друг с другом в электронном виде. То есть, скажем так, такие как организации, как МВД, налоговая полиция, таможенные службы и другие организации, что позволяет упростить гражданам получение этих услуг. В Рязани портал госуслуги действует с 2009 года, ну а с 2013 в полную силу реализуется оказание услуг в разделе ГИБДД. Сегодня по этой линии в электронном виде предоставляются услуги регистрации автомобилей и снятия транспортного средства с регистрации, получение водительского удостоверения и оплата штрафов ГИБДД. Воспользоваться порталом будет удобно не только физическим, но и юрлицам и предпринимателям. Хотелось бы обратиться также к юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, которые имеют в своей собственности транспортные средства, чтобы они активно использовали государственный портал услуг. И свои транспортные средства, в зависимости от формы создания, какие они там изменения производят, продажи, либо изменения, обращались к данному порталу и производили регистрационные действия с использованием электронного портала государственных услуг. В общем, об удобстве портала необходимо знать каждому. Стоит отметить, что работает он и в районах области. Таким образом, вы сможете распределить свой день так, как удобно вам, при этом не нервничая, стоя в очередях. Сотрудники ГИБДД регулярно проводят профилактические мероприятия, направленные на популяризацию обязательного использования детских удерживающих устройств при перевозке маленьких пассажиров и использовании ремней безопасности. Очередное обращение дорожный инспектор организовали в преддверии нового учебного года. Дети – одна из наиболее уязвимых категорий пассажиров. У них нет возможности повлиять на развитие аварийной ситуации на дороге, а организм ребенка еще недостаточно крепок, чтобы без последствий перенести даже самое незначительное ДТП. При этом штатная система безопасности автомобиля не рассчитана на защиту детей пассажиров по причине неправильного расположения на детском теле. Поэтому при перевозке детей обязательным является использование детских удерживающих устройств, например, автокресел. Требование использования детских удерживающих устройств при перевозке детей до 12 лет внесено в российские правила дорожного движения в 2007 году, но, к сожалению, невыполнение этого требования пока еще распространено. Это мероприятие проводится в связи с тем, что в последнее время у нас участились случаи совершения дорожно-транспортных происшествий, сопутствующими условиями причинения телесных повреждений которых является именно отсутствие ремней безопасности, а также перевозка детей без использования детских удерживающих устройств. За время профилактических бесед с водителями нарушений по перевозке юных пассажиров выявлено не было. А вот среди взрослых участников дорожного движения игнорирование использования ремней безопасности встречалось нередко. Таким водителям сотрудники госавтоинспекции дополнительно объясняли необходимость использования средств пассивной безопасности, а также привлекали к административной ответственности. Госавтоинспекция напоминает, что в случае нарушения требований правил дорожного движения к перевозке детей предусмотрено наказание в виде административного штрафа в размере 3000 рублей. Ответственность за управление возителем непристегнутым ремнем безопасности, а также перевозка им подобных пассажиров предусмотрена в виде штрафа в размере 1000 рублей. Такие мероприятия и акции, направленные на профилактику аварийности с участием детей пассажиров, будут проходить и в дальнейшем. Формирование устойчивой позиции среди родителей, обязательного использования детских удерживающих устройств и ремней безопасности при перевозке детей значительно снизит количество ДТП, а также последствия таких случаев. Развитие внутреннего туризма – общероссийская тенденция. В рамках работы, которая ведется в этом направлении, Рязанской области разработали акцию «Отдыхаем дома», примером реализации которой станет ближайшая суббота. На родине богатыря Добрыни состоится праздник в его честь, который понравится любителям истории и сказок. Скопин превратится в город мастеров, а над озером Ореховым будут звучать джазовые мотивы. На берегу реки Ака в поселке Прибрежный Шиловского района Рязанской области 20 августа состоится пятый историко-фольклорный фестиваль «Слава Добрыни». Согласно преданиям, русский богатырь Добрыни Никитич Рязани Злат Пояс был родом именно из этих мест. В настоящее время в поселке Прибрежный установлена стела легендарному защитнику Руси. В рамках праздника состоится театрализованное представление по мотивам русских былин, показательное выступление клубов исторической реконструкции. Кроме того, участникам предложат продегустировать разнообразные исконно русские блюда, рецепты которых шиловцы бережно хранят и передают из поколения в поколение. Для приехавших гостей пройдет обзорная экскурсия по поселку Шилова – город славных потомков Добрыни. И еще все желающие смогут принять участие в мастер-классах по гончарному и кузнечному делу, кружево-илозоплетению, резьбе по дереву и ткачеству. В тот же день в Скопине состоится шестой международный фестиваль гончаров. Он начался уже в среду и собрал в общей сложности 300 мастеров. Место проведения фестиваля выбрано не случайно. Скопинский район богат светлыми глинами, которые используются для гончарного дела, начиная с 12 века. А скопинская декоративная керамика известна своими сложными формами, поэтому ее образцы можно найти во многих музеях страны. Надо сказать, что фестиваль действительно богатейшая история. Скопин – это столица гончарства нашей страны, международная столица. И это подтверждается тем, что более 300 лучших мастеров из России, Дании, Латвии, Белоруссии, Молдовы, ближнего, дальнего зарубежья, со всей нашей страны, а сегодня это уже 35 регионов, примут участие в фестивале. А на берегу Орехового озера в субботу развернется музыкальное действие. Сцена под открытым небом объединит музыкантов из двух стран на фестивале «Есенин джаз». В репертуаре коллективов прозвучат импровизации на русские и советские мелодии. Зрители сами убедятся в том, что джаз можно играть даже на балалайке. И еще одно событие – массовый век пикник, на котором можно познакомиться с новыми интересными людьми и задать интересующие вопросы веганам и вегетарианцам в непринужденной обстановке. Ежегодно каждую третью субботу августа люди неравнодушны к судьбам братьев меньших отмечают Всемирный день бездомных животных. Печальная статистика утверждает, что более 70% бездомных животных выгнано на улицу жестокими хозяевами. Активисты движения защиты животных просят не проходить мимо несчастных кошек и оставленных без дома собак. Международный праздник – действенный инструмент, помогающий обратить внимание людей на проблемы тех, кого когда-то мы приручили. Скажите, пожалуйста, вы когда-нибудь бездомных животных подбирали? Нет. А вот если видите на улице кошечку, собачку, кормили когда-нибудь? Ну да. А как считаете, нашим животным бездомным вообще у нас в городе плохо? Я думаю, что да. Потому что их много, но нельзя их выбрасывать. Если их позавел, должен быть ответственным за ним. Бездомных нет, но дворовая кошка у меня живет. А она живет во дворе, вы ее кормите? Нет, она не во дворе, она у меня дом живет. Кормим, общаемся. Умный, хороший, кошка слушается, между прочим. Вы когда-нибудь бездомных животных подбирали? Ну, вообще нет. А если вот видите кошечку, собачку, покормите? Да, почему нет? А как считаете, вообще бездомным животным в нашем городе как живется? Я думаю, что живется очень плохо, потому что очень много людей сначала заводят животных, а потом по каким-то причинам их выкидывают на улицу. И что нужно делать? Ну, я думаю, что нужно какие-то питомники создавать, чтобы были люди, собирали этих животных по всему городу. Потому что на самом деле это все, ну, кошки, допустим, никого не трогают, не обижают, а вот то, что собачки бездомные бегают, иногда действительно вот с детьми гуляешь и думаешь, кинется она на тебя или не кинется. Никогда не подбирали? Нет. А если вот видите, там, не кормите? Нет, иногда кормлю. А как считаете, вообще как бездомным животным в нашем городе живется? Ну, думаю, что плохо. А что нужно делать? Не нужно бросать, нужно, чтобы у людей была ответственность перед теми братьями младшими, которых они приручили. Скажи, пожалуйста, как к бездомным животным относишься? Хорошо. А подбирал когда-нибудь кошечек на базе? Скажи, пожалуйста, как вот ты к бездомным животным относишься? Ну, к сожалению. А никогда не подбирал кошечек собачек? Подбирал одну. И что с ней потом стало? Он у нас дома сейчас живет. Давно? Да. Как зовут? Тимоша. А как родители отнеслись, когда ты домой принес, Тимоша? Спокойно. А как считаешь вообще, как бездомным животным в нашем городе живется? Ну, плохо, мало приютов. Всех люблю. Всех кормлю. Вон, щенков кормлю, чужих. Сарай разбитый, они там вот живут у нас за лебедком. Кошек всех кормлю, и чужих все ко мне идут, и своих на две. А было раньше по шесть, по четыре водилы. Говорю, надоели. Они все деньги на них угроблили. Да. Скажи, пожалуйста, вот как ты к бездомным животным относишься? Ну, чаще всего мне их жалко. А никогда не приносила кошечек, собачек домой? Ну, да, приносила много раз. У меня их четыре. У тебя дома четыре? Кого? Кошки. И все с улицы? Нет, два из них не с улицы. А два с улицы принесла? А как родители отреагировали, когда ты принесла домой котенка? А я сначала отпросилась у них, потому что они бы не разрешили ей без спроса. То есть тебе родители разрешили домой принести бездомную котенку? Конечно. Конечно разрешили. Потому что моя мама тоже, она любит помогать бездомным животным. На этом у меня все. Новости вы сможете увидеть также на нашем сайте город62.тв. Завтра подведем итоги этой недели. А пока хорошего продолжения вечера. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова